Продолжение следует... 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 Дело это другое дело... В общем-то... Я думаю, что это такой способ... Который каждому действительно доступен... И я так понимаю, что они безвредные... И не имеют никаких побочных... Других... Воздействия на организм... А вот побочные эффекты... У ресвератрола есть... Правда, исключительно положительные... Ну так это приятно же... А какие? Смотрите... Ресвератрол оказывает... Очень комплексное влияние на организм... Большинство исследований пока проведены на животных... Но те исследования, которые проводили на людях... Очень обнадежны... Установлено, что ресвератрол... Сильно влияет на липидный спектр крови... Это означает, что он способствует уменьшению уровня холестерина... Тем самым препятствует образованию атеросклеротических бляшек... Также установлено онкопротективные действия... Употребление ресвератрола... Резко уменьшало количество случаев рака кожи... При воздействии на нее канцерогенов... Плюс ко всему... У ресвератрола присутствует... Также антидиабетическое действие... Он препятствует возникновению сахарного диабета... Также установлено, что ресвератрол... Обладает противовоспалительным действием... Уменьшает воспаление в суставах... И способствует улучшению состояния у больных ревматоидным артритом... Очень важное действие ресвератрола... Это нейропротективное действие... Установлено, что вероятность возникновения болезни Альцгеймером... Резко снижается при употреблении ресвератрола... Помимо этого, ресвератрол также обладает противовирусным действием... Он блокирует развитие вируса герпеса в организме человека... Но помимо этого, установлено, что ресвератрол еще и увеличивает продолжительность жизни... Исследования, которые проводили на насекомых, показывали запредельное увеличение продолжительности жизни... Исследования, которые проводили на рыбах, показывали увеличение продолжительности жизни на 56%... На теплокровных животных эта цифра меньше, порядка 20-30%... Тем не менее, это немаленькая прибавка... Что же касается приема, то желательно употреблять препарат, как я уже сказал, до еды... Примерно 2-3 раза в день по одной капсуле... А как лучше утром или вечером или днем? Как распределять по часам? Вы можете употреблять, например, одну капсулу утром и одну капсулу вечером... Либо утром, в обед и вечером... А вот противопоказания с какими-то другими лекарствами, препаратами есть, что нельзя с чем-то употреблять? Поскольку ресвератрол не является тонизирующим препаратом, то он достаточно хорошо сочетается с большинством известных препаратов... Это очень хорошо... Ну что ж, я надеюсь, что для вас это будет достойной заменой красного вина... Ну и, наверное, все-таки и по деньгам тоже выгоднее, наверное, более экономичный вариант... Однозначно, это будет дешевле, чем 350 бутылок красного... Спасибо большое, Сергей! На здоровье! Очень приятно было это все услышать и теперь буду всем это рекомендовать!